Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы стартуем на этом канале новое прохождение по игре, которое, ну чё-то очень часто советуют в комментариях, которое называется Юпи Сайко. Психопат Юпи! Не знаю, как переводится эта игра, но, видимо, когда ты психопат, это очень даже весело. И, чёрт подери, эту игру советуют так сильно и так активно, как советовали однажды мне Undertale или, не знаю, или Warg поиграть. В общем, игра очень желаемая вами, поэтому я не могу противиться настолько сильно вашей воле. Начинаем играть. Я вижу анимашный стиль, при этом ретро, ретро графика. Это очень интересное сочетание, я, пожалуй, окунусь в эту атмосферу. О-о-о-о-о! Это место очень людное. Мне придётся читать. И мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Прикольно! Уже вижу, что круто. Вот, не зря я вас послушал. Они были травы... А, правая мегаполис сожрёт меня ж... Окей. Все безлики, да? Ладно, я постараюсь... И это письмо... Я постараюсь хорошо, выразительно читать. Предложение работы. Что, если всё это было шуткой? Розыгрышем? Но... А вдруг это правда? Надо ещё озвучивать, как будто это аниме. Если письмо настоящее. Вот, типа так. О-о-о! О-о-о! О-о-о-о! Это будет... О-о-о! Моей первой работой. О-о-о-о-о-о! Нормально получается? Что это? Это мне надо торчить сверху. Ах ты, сволочь. Иди. А-а-а, всё плохо. Вот что значит, когда работаешь в офисе, который не готов. Что ж, я наконец-то прибыл. Я надеюсь, что я не ошибся с местом. Брайан. Думаю, мне стоит осмотреться. WSAD. Я немножко взволнован. Может, стоит... С кем-то поговорить и... Окей, спасибо, что обучили нас. Ретро-графика. Теперь это совсем не похоже на аниме. Ну ладно, давайте поговорим с этой девушкой. Девушка, девушка, девушка. Может, это... Привет, извините. Управление функциональными задачами указанного филиала прямо пропорционально продукту. Полученному от его договорных отношения к чистой прибыли. Хорошо, она просто читает увлеченно. Мистер, вы курите мне прямо в лицо. Вообще, курить нельзя. Мы как бы в России, надеюсь. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан, мистер Чемпмен. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чемпмен. Знаешь, большие компании и их формальности... А, извини. Тогда зови меня Пастернак. Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Нормально немного нервничать. Да, я здесь из-за письма. Итак, извини, что беспокою, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Во что ты одет? Костюм? Нет, я имел в виду, кто его дизайнер? Кто его для тебя сшил? Тогда понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где ты его купил? По-моему, мне мать купила его в супермаркете. Супермаркет? Извини, но какой у тебя класс? Класс G. А твой? Отвали от меня, червяк! Как ты смеешь разговаривать со мной? Отрепья класса G. Но как? 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 Пошел вон. Вали. Извините. Заткнись. Что принесло такое дерьмох-то подобие тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься? Знаешь? Эм... Это главной офис Синтракроп. Синтракроп, да, корп точнее. Мифическое. Нет. Легендарное здание, из которого происходит самая великая компания в мире. Эм... да. Я не закончил! Эта компания нанимает самых умных и квалифицированных людей мирового уровня. Они отклоняют пачками заявки из самых престижных университетов из-за того, что они не соответствуют. Соискатели с требуемым опытом борются за... Нет. Успокойся, чем? Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Вот это да. Игра с первых же секунд говорит нам, что она крутая. Вот и поговорили. Пошел вон с глаз моих! Хорошо, простите. Просто побежали. О, мэм! Здравствуйте, меня зовут Брайан. Ого, так повседневно. Моя фамилия Хикс, но ты можешь звать меня просто Кейт. А, точно, прости, я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. Нет-нет-нет, зови меня Кейт, это более естественно. Ты из пригорода? Да, я из класса G. Надеюсь, ты не против разговора со мной? Ахаха! Полагаю, ты тоже повстречался с тем блондином. В центре города... А, повстречалось странно, да. В центре города работает много высокомерных людей. О, тогда это значит, что ты не из столицы? Я родился в классе... Родилась в классе Е. Но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг. Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и пошла... Прошла шесть вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверена, что ты знаешь, как здесь тяжело получить работу. Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе дезагрегированной аналитики. А какова твоя профессия? Простите, я первый раз слышу это слово. Профессия? Дай угадаю. Управление излишками? Возможно, комбинирование программы. Комбинирование программы. Ну... Погоди. Система сетевого протокола? Управление вертикальными базами? Расчет структурных данных? Нет, я... Я только закончил основную учебу. О. Фух. Что я тут делаю? Получить работу в этой компании невозможно для класса G. Наверное, письмо это просто чья-то неудачная шутка. Письмо? Можешь посмотреть? Брайан Пастернак. Вы были избраны на должность в штате Синтракорп. Эта работа повышает ваш штатус до категории класса А. На постоянной основе. Оно было доставлено мне неделю назад. Я думал, я... Я не знаю. Но попав сюда, я понял, что это была ошибка. Я идиот. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебе прислали прямое назначение на работу в Синтракорп. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Взбодрись, парень. Но у меня нет должного образования или... Это важная компания. Конечно, они подробно изучают каждого студента по стране. Может, они разглядели в тебе большой потенциал? О нет, мы бы в лифте с этим челом. Громкоговоритель. Мистер Чептмен, пройдите в лифт. Ха-ха. Они всегда сначала вызывают более важных людей, понимаете? Конечно, нет. Я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны. Видите индикаторы над лифтом, указывающие на этажи? Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вас ценят. Девятый этаж руководящей должности. Вот моя судьба. Ха-ха-ха. Прощайте навсегда, попрошайки. Угар. Как будто даже не я озвучиваю этого человека. Как будто он сам так говорит. Вот урод. Зачем он так говорит? Надменно. Он остановился на втором этаже. Похоже, что не так уж он и важен. Хе-хе-хе. Миссис Хиггс, пройдите в липт. Ой-ой-ой. Я словно комок нервов. Я словно комок нервов. Удачи, Кейт. Спасибо, Брайн. Что же нас ждет? Я надеюсь, что мы снова встретимся, и я смогу пригласить тебя выпить кофе. О-о-о, я тоже. Блин, какая интересная игра. Как мне... Опа! Четвертый, пятый, шест... Ничего себе. Поднялась на четвертый этаж. Похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Похоже, что мне надо подождать, пока они не вызовут меня. Конечно, если то письмо на самом деле не было шуткой. Ну, можно что-нибудь поюзать? Это буклет, в нем написано. Находитесь ли вы на вершине своего класса? Начните работать в лучшей компании мира с одной из наших роскошных международных степень. Кэнди. Синтракорп обеспечивает помощь миллионам людей в слаборазвитых секторах с помощью социальной работы. Помните, рост невозможен без устойчивости. Это правда. Это памфлет, в нем написано безопасность, стабильность, честный заработок и, в первую очередь, ваше благополучие. Это наш приоритет. Синтракорп обеспечивает гражданство класса А для всех наших работников. Мы полвека пробыли на самом верху работы для вас. Класс А. Мечта для таких, как я. А, стоп, это он говорит. Хорошо. Когда же нас вызовут? Может, нас вообще не вызовут? Мы должны сами это сделать, хотя, возможно, стоит показать это письмо в камеру. Я могу открыть свой кейс с помощью... Ай. Использовать. Здравствуйте, господин охранник или госпожа. Послушайте, я получил это письмо, на нем мое имя, и в нем написано, что я получил работу. Это какой-то розыгрыш или... Эй. Что за идиот? Похоже, что я проделал весь этот путь просто так. Нас убеждают в том, что мы должны просто уйти, да? Что ж, похоже, что у меня не появится работа в столице. И мне предстоит долгое путешествие домой. Так я и знал. О, господи. И причем меня не вызывают. Стоп, ну давайте уйдем. Перед уходом я хочу хотя бы узнать, куда ведет этот лифт. Жуть. Ладно, пойдемте. О, слишком напряженно. О май гад. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Ой-ой, что здесь происходит? Стой. О, седьмой. Там были буквы. Юпи-сайко. Десятый. Мы на самый верх. Верхний этаж. Должна быть, это ошибка. Так. Кровь. Ладно. Ох, это жуть. Ох, это... Современное искусство. Дорогие вазы, но покрытые... А. Я имел в виду красный краска. Здесь везде краска. Дистанционное управление. Но оно не работает. Для него мне понадобятся две батарейки. Блин, вон они лежат. О май гад. Ее. Убей ведьму. Убей ведьму. Это какой-то вид эксцентричности в большом городе, так? Синтракорп. Очень важная компания, потому... Кто я такой, чтобы оценивать значимость этого кровавого искусства? Возможно, это кровь коровы и стоит миллионы. Ладно. А, с той стороны. Здесь сидит сам босс. Выглядит так. А, выглядит как контракт. Написано. Я Брайан Пастернак. Заявляю, что я принимаю работу, предложенную Синтракорп. Описанное приложение, и моя зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день. Плюс премии за достижение и обслуживание, а также повышение до класса А. Вот что-то примерно такое же я читал и подписывал, когда устраивался на работу на склад, на конвейер. И в итоге я ходил по улице Москвы и продавал книжки. И мне не заплатили. И тоже обещали 10 тысяч рублей в месяц мне, 15-летнему мальчику. 10 тысяч кредитов в день. Это целое состояние. Стоп, 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 стоп. Это может быть уловкой. Надо прочитать приложение. В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, применяемой в настоящее время, сыскатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой конс... Классификации Синтракорп. Синтракорп. Мне хочется сказать Синтракорп. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по требованию ассоциаций профсоюзов. Принятие этого контракта влечет за собой полный или частичный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса. О чем гласит резолюция 1138. Ага. Я ничего из этого не понял. Стоит мне подписывать контракт? Ну конечно же, да. Если я вижу контракт и есть выемка, точнее слот, где я могу подписать, я подписываю. Я прошел весь этот путь, я не могу отступить. Все подумают, что я просто трус, я подпишу его. Ого. Что произошло? Такое ощущение, как будто моя голова просто на листе бумаги нарисована. Что ж, я подписал его. Что теперь? Ну вот я всегда могу взять и съесть его, если вдруг что-то не понравится, да? Лифт. Чёртов лифт. Стоп, а это батарейки лежат? Надеюсь, что я не пожалею о том, что подписал контракт. Стоп, а сюда можно идти? Здесь дверь, но она закрыта. Мне предлагают на шестой этаж. Хорошо. Не могу. А-а-а. Хорошо, пойдемте на девятый. Что это за тессеракт такой? Это памфлет. На нем написано, выставка в честь крови дьявола. Блин. Идемте. Заперто. Здесь есть защитное устройство. Выглядит оно достаточно сложно. Представьтесь человеком со вкусом и богатством. Что? Окей, ладно, дальше. Хорошо. Мне нужно понять, какой мне нужен этаж. Не открывается. Ладно, идемте дальше. Следующий. Восьмой. Давайте по порядку просто пойдем. Вау. Деревья. Внутри здания. Что это? Кто это воет? О, это парень ноет. Привет. Кто, кто, кто может заметить подобные вещи? Что гоблин любит курить так же сильно, как он любит сыр. Привет. Гоблин любит... Чего? Я просто спятил, да? Это игра про то, что я просто спятил. Освещение здесь не работает. Я туда не пойду без света. Хорошо. Ладно, мы здесь больше никуда не можем пойти. Нам нужно найти освещение каким-то образом. Стоп, а если я возьму фонарь, вот этот выломаю его, нельзя. Это он плачет ноет или он подпевает? Непонятно. Скорее всего, он грустит. Вот очень странная игра. И очень крутая. Мне прям так она нравится. Спасибо за совет. Ребята, вы молодцы. Пошли дальше. Так. Мы, кстати, находимся с вами на седьмом этаже. И это архив. И библиотека. Ясненько. Как тут чисто. Это мультикнопочный экран. Я думаю, что лучше пока ничего не трогать. Ладно. Заперто. Они хотят, чтобы мы по всем этажам прошлись просто так. Архивы. Я не знаю, будет ли толк от того, что я пойду туда, куда мне не надо. А куда мне надо? Я не вижу здесь ничего интересного. Вы получили один шоколадный батончик. Ого. Пусто. Все-таки мы можем что-то... Видите? ХП. ХП нас здесь будет коцать. Это... Посмотрите, что это такое. Кредиты. Накопленные деньги. Кредиты можно потратить на товары и еду. Все, я понял. Мы будем ХП покупать таким образом. Что ж. Нам придется убегать от кого-то. Тут прям реально будет сражение. Шестой у нас закрыт. Пятый. Что? Нет. О, блин. Что это? Записка. Сверху подбросили? Выглядит как пустая страница. Погоди. На ней водяной знак. Змея. Я положу ее в свой кейс. Вы получили таинственный лист бумаги. Пятый этаж. О! Это кто? Мистер Хьюго. Привет. Ты тот новичок? Да, привет. Я бра... Пастернак. Меня зовут Пастернак. Рад встрече, бра Пастернак. Нет, нет. Просто... Ха-ха. Шучу, дружище. Я Хьюго. Твой новый коллега. Я покажу тебе здесь все. Извини, я немного растерян. Понимаю. Если ты пришел из пригорода, то большой город поначалу может забрать у тебя многое. Но будь спокоен. Ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь все устроено. Спасибо. Итак, это пятый этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением. Работаем с базами данных. Ну, знаешь, с компьютерами. Окей. Хоть кто-то приветливый. Ну, и та девочка тоже была нормальная. Здесь несколько офисов и зал совещаний. В конце находится туалет. А это стол секретаря. Хотя ее в данный момент здесь нет. Все здесь заняты своим делом. Посмотри на того парня, например. Блин, он стрёмный. Эй, партнер, позволь мне представить тебе пастор... Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу просто, чтобы выспаться. Ха-ха-ха. Давай за мной, я покажу тебе наш офис. Все слишком весело пока что. Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас он немного пуст, так как несколько сотрудников на больничном, но... Воу, что это? О! Посмотрите, кто выбрался из своего убежища. Это еще одна наша коллега Соса. Привет, я Пастернак. О-о-о! Теперь она еще страшнее. Ха-ха. Она поначалу может быть стеснительной, но стоит ей начать рассказывать свои истории, то ее уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. Это кулер с водой, да? Здесь у нас кулер с водой. Важную деталь, связывающую весь офис. Не слишком научно, просто бесплатная вода. Когда он пуст, кто-нибудь придет и наполнит его, хотя это может занять некоторое время. Хорошо, что дальше? А это краеугольный камень офиса. Кофейник. Мы готовим кофе в большом объеме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? Ага, игра обучает нас. О, нет, совсем не осталось кофе. Бытует легенда, что этот офис является обителью темного существа, который совсем не спит. Говорят, что она только пьет свежий кофе. И никогда, никогда не заваривает новую порцию. А? Верно, Соса? Я так и думал, что это про нее. Итак, попытаешь ли ты соблазнить чудовище сварганев нам еще кофе? Конечно, что надо сделать? Ну, сначала нам нужны вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Ну что ж, вода, я так понимаю, у нас будет здесь. А-а-а, налил. Вы получили одну чашку с водой. Теперь кофе, кофе, кофе. Это Xerx, мне он пока ни к чему. Я не вижу здесь ничего интересного. Вот здесь. Пусто. Соса прячется там иногда. Здесь куча документов, но нет ничего, что мне понадобится для приготовления кофе. Скорее всего, это где-то здесь. Ничего. Вы получили один ломтик хлеба. У меня нет ингредиентов, нужных для... Соса. У тебя нет растворимого кофе, не так ли? Вы получили один шоколадный батончик. Здесь ничего нет. Эй, это мой стол. Не лезь туда. У меня нет ничего, что тебе бы пригодилось. Извини. Я не вижу здесь ничего интересного. Ой, господи. Ну ладно. А, стоп, может быть. Это отсоединенный провод. Написано начальник. Лучше его не беспокоить. Так, где же может быть кофе? Ну, куда ты идешь? Не убегай. Стоп, а может быть... У меня он где-то там есть. Странно, да? У меня это и ингредиентов пока что. Хорошо. Стоп, а может быть кофе... А что если мы... Вы знаете, что сделаем? Использовать. Использовать. Кстати, у меня вообще нет денег. Накопленные деньги ноль. Ты должен взять воду и растворимый кофе. Окей, где? Понятно, хорошо. Здесь ничего тоже не найду. Даже три раза посмотрю. Еще стакан воды. Оу. И сколько же у меня их теперь? Два. Ох, нифига себе. Их можно куча налить. Здесь что-то есть. Вы получили один пакетик из растворимого кофе. Отлично. Он был в помойке. Тюга, я не уверен, что это сработает. Я нашел это в мусоре. О, все в порядке. Немного подуть и все будет в порядке. Хорошо. Итак, раз ты добыл волшебные ингредиенты, просто включи кофейник. И... Давайте. Включить. Да, сварить, да. Хочу. Вы получили одну кружку кофе. Кофе дает тебе более сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Вода нужна лишь в душе. Итак, я думаю, что я рассказал основы. Есть вопросы? Эм... В чем заключается моя работа? Ты правда хочешь начать работать? Ты ведь только пришел. О, я только что понял, что забыл научить тебя основным принципам работы. Сэрекс, Тебе понадобятся чернила и бумага, чтобы делать копии. Этот полностью функционален. Ты можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как квартальные показатели, рабочая документация. Мы признаем, что это задача нижних этажей. Не так ли? Мы на пятом этаже можем использовать этот восхитительный прибор ради веселых вещей. Например, чтобы скопировать задницу. Что? Окей, он и правда это сделает Давай посмотрим, если мой же портрет Вышел хорошо Я думаю, что стоило сделать его двухсторонним О, озвучка Давай, твоя очередь Нет, нет, спасибо Давай, чувак Ты поймешь, что сколько это весело Стоит тебе разок это сделать Наверное, тебе не стоит делать это с задницы Если ты стесняешься Почему бы не попробовать с лицом После твоей задницы С лицом, но ты только что Посмотрим О, нет, в нем кончилась бумага Вон бумага Ладно, жаль, возможно в следующий раз Нет, давай, чувак Ты единственный, с кем я могу вытворять такие вещи Соса трусиха и никогда не смелится на это Не могу поверить, что у нас нет бумаги в офисе У тебя есть бумага в кейсах? Кейси Я нашел эту пустую бумажку на полу Сработает? Конечно, любая бумага сгодится Важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла Вы использовали таинственный лист бумаги Фотокопия души выполнена Души? Ого! Очень светло Что произошло? Ведьмина бумага Что? Ну и ну Я вижу, что ты знаешь, как о себе позаботиться, Пастернак Что, 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 что это значит? Итак, теперь, в чем заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работу, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой Кто-нибудь распределит твои обязанности? Типа Этот? Я не вижу здесь Это не мой Здесь ничего нет Стоп Вот этот? Давай посмотрим, как это столье включается Он не работает Похоже, что нет электричества Но понятно, понятно, понятно Я попробую подсоединить его Есть! Почему мне дали этот сраный ком? Вам понадобится ID-карта, чтобы получить доступ ID-карта? У меня такого нету Ну-ка Хьюго, извини, что снова беспокоен, но мне нужна ID-карта для компьютера А, верно Обычно их отправляют в офис начальника Я проверю, если твое уже готово Звонок! Подбираем Алло? Мистер Пастернак? Да, это я Здравствуйте, я ваш начальник Хьюго сказал мне, что у вас нет ID-карты Похоже, что произошла какая-то административная ошибка Приношу извинения Нет, все в порядке Похоже, что они отправили вашу ID-карту в другой офис Вы должны пойти в офис D Который находится на том же этаже, что и ваш Офис D, понятно, спасибо Окей, хорошо Идемте туда в офис D Че делать-то? Стоп, а мы сделали себе чашку кофе? Она у нас есть Офис EBCD И вот сюда WC А, это туалет ABC Самый жу... Оу Диван блокирует дверь Возможно, я смогу его сдвинуть с пути А вот прямо так делается Ну-ка, стол А тебя могу двигать? Нет Ладно О, боже мой Ого, тут слишком темно Эй Что-то написано на полу Это ловушка Это не смешно Включите свет Спасибо О, жуть какая Ой, блин О, зло Зло напало на меня И покоцало даже Хорошо Стоп Мы можем это обойти О, фух Хорошо Ааа, боль Ладно Нам нужно каким-то образом их Обходить таким образом Странным О, что с тобой? Нам наполовину сняли хп Привет Ты знаешь, где выход? Бум-бум-бум Боже мой Он привязан к стулу А что здесь происходит? Я попробую тебя развязать Давай Должно быть Он привязан сзади Не получается Эй Я пока не уверен, что могу тебе помочь Но, возможно, между нами двумя Мы сможем найти выход Отсюда А Опа Хорошо Это свет Мы можем его двигать Кайф Давай, скорей 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 Я не могу протолкнуть стул через эти провода Они слишком спутаны Чтобы их продвинуть Это картонная коробка Выглядит достаточно прочной Вы получили одну картонную коробку Стоп Я же вижу вентиляционную Открыто Но она слишком высоко Мне нужна помощь Ага Я-я-я Использовать Черт Еще раз Использовать Я все еще не могу дотянуться Стоит попробовать поставить еще коробок Давай, сэр Все будет в порядке Я скоро выберусь отсюда Иначе тебя не уверен Но все будет хорошо По крайней мере у меня Насчет тебя Еще раз говорю не уверен Вон еще одна коробка Мерс Оооо Найн Оооо Все, пора пить Кусок хлеба Нет хлеба Ладно, надо пить воды Ну, как-то так Как-то так А! Ну, что ж я делаю Выпить копия Ого, как хорошо восстанавливает Стоп Сым этого фонаря Забираем Вы получили Что там? О, блин Ага Мистер Не знаю, как тебя зовут Но, кажется Ты должен стать Вот Ты должен стать Героем И спасти меня А, не получается, да? А! Фух Использовать Ладно, давайте сожрем Я все еще не могу дотянуться Стоит попробовать Поискать еще коробок Да что ж ты будешь делать? Давайте сожрем Съесть Что здесь? О, нам нужно его туда Повести будет сейчас, да? Из нашего комната Должны быть провода спутные Что мы даже не можем Протолкнуть стул На колесиках Аккуратней Аккуратней Жесткаще Так, а как мне тебя Вытащить прям отсюда? Я не могу ничего сделать! Все эти сложенные шкафы Выглядят так Будто могут упасть В любой момент Давай А-а-а А-а-а Помоги мне Они упадут О, люди подвешены Вы получили 20... А, я граблю, блин, трупы Я не вижу здесь ничего интересного Кроме трупа Вы получили... Еще деньги? О, господи Как прибыльно Быть в стремных местах Я не вижу здесь ничего интересного Спокойно Я уверен, что где-то позади есть выход Для меня Еще раз говорю Для меня Вы получили пакетик кофе Вот Беги Вы получили картонную коробку на стене Беги Зажмите шифт А-а-а О-о-о Нет Прости Прости Прости, чувак Ха-ха Что это за уродство? Она бежит Нет Все, не смог его спасти Я пытался Бог видит Что это было? О-о-о Долго Должен Должен убираться отсюда Как можно скорее Быстрее Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй Коробочка Спаси меня скорее Ты Стоп Нет, ты Спаси Есть Мне надо Отсюда убираться Быстрее Боже мой Первый рабочий день Всегда бывает тяжелым Но не настолько же Давай О-ма Ид-карту Мы получили О боже Что это было? Что-то происходит В этой компании А Что А? Эй, ты о блин вылезли отсюда заперто соса что это было пожалуйста нам надо позвать на помощь начальник начальник а блин блин идем а блин привет юга что случилось ты будто призрака увидел чудовище там в офисе чудовище что я пошел в офис д и там был я не знаю кошмар а по-моему я понял то что ты принял за монстра на самом деле паренек который слегка тронулся умом пару недель назад и заперся в офисе нет 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 то что там произошло ненормально там был парень привязанных стул и десятки сотрудников свисающих со стен мы должны кому-то рассказать об этом чувак я не думаю что здесь происходит что-то подобное клянусь там были кофейники и мониторы которые летали по воздуху не разыгрывая пастернак кроме того зачем ты пожил кроме того зачем ты пошел в тот офис мы звали его мы мы завалили его мебелью чтобы избежать проблем ну начальник мне позвонил и сказал что там я найду свою иди карту а твоя иди карта лежит прямо здесь на столе их всегда здесь здесь оставляют погоди в офисе разруха почему ты сидишь в кресле начальника о разве тебе не говорил в компании нет начальников ни одного во всем здании что я знаю звучит странно но у них всех поехала крыша ушли в большинстве случаев наш последний начальник закрылся в этом офисе давным-давно пока в один день просто не сбежал кто знает почему наверное стресс стой но если нет начальства кто мне тогда звонил полагаю какой-то шутник юга блин перестань об этом волноваться будет лучше если ты возьмешь свою айди карту начнешь работать как можно скорее а я сказала работать что же постарайся не переусердствовать ты же не хочешь сойти с ума как тот монстр вы получили свою оди карту блин вы получили один ломтик сыра фу я не вижу здесь ничего интересного вы получили один лист ведьминой бумаги здесь нет ничего интересного но кайси нашему escape загрузить душу благодаря листочку ведьминской бумаги мы можем сохранять свой прогресс если мы отпечатаем свое лицо и сохраняется душа это сейф гейм нифига как прикольно сделали ну давайте посмотрим что нас ждет в компе я никогда раньше не использовал эти машины а что делать юга с этим компом тогда играет что это за место может это еще одна ловушка мистер пастернак а что за шапка микки мауса еще одно чудовище не надо сбежать из этого кошмара блин как стрёмно у нету 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 да ах до чего это все интересно нет 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 мистер пастернак добро пожаловать в син траккорп син траккорп син от слова грех сын или как вы собираетесь убить меня сохранить спокойствие я вас не обижу что 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 это такое позвольте мне представиться меня зовут синтра моей обязанности является рассказать вам о вашей работе а синтра корп от нее получается исходит название хорошо но что это за зеленый мир пару секунд назад я был в офисе вы подключены к синтра нет корпоративную интерфейсу здесь вы можете отслеживать свои задания получают сообщения от коллег и общаться со мной на любые темы ух как интересно уведомление вы получили свое первое сообщение если хотите вы можете выбрать и прочитать его добро пожаловать в син траккорп мистер пастернак надеюсь что ваше пребывание здесь будет плодотворным продуктивным и продолжительным ты послала мне это сообщение так верно если вы согласитесь я приступлю к разъяснению ваших обязанностей соответствующих работе контракт ok вы подробно изучили ранее подписанный контракт верно но если честно он был таким длинным и там было много непонятных слов я не все понял не волнуйтесь я выделю из него важно для вас информацию в соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины применяемой в настоящее время соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации синтракорп соглашаясь на этот заработок работник принимает все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по требованию ассоциации профсоюза принятие этого контракта влечет за собой полный или частично отказ от привилегий индивидуальной целостности пользу повышение социального статуса о чем гласит резолюция 1138 это все то же самое извините но не могла бы ты просто объяснить мои обязанности конечно вы должны сфокусировать свои усилия в синтракорп на одной простой задачи уничтожить существо предпрозванное ведьмой что уничтожить существо прозванное да я слышал но я должен убить ведьму это шутка верно вас наняли в качестве охотника на ведьм ладно ладно слушай я не уверен в то что творится в этой компании но я не уверен что хочу на кого-либо охотиться ведьма серьезно сейчас я поясню детали вашей работы нет я не хочу знать что должно быть здесь какая-то ошибка иконка показывает ваше первое задание найти молот ведьм как мне отсюда выйти пожалуйста мистер пастернак позвольте мне закончить мои объяснения и я покажу вам как выйти спасибо в связи с недостатком информации о ведьме вашим первым заданием будет поиск молота ведьм колдовского трактата написанного в 15 веке в котором описывается как опознать поймать и уничтожить подобных существ господи то очень странно все то есть мы говорим о ведьмах верно ведьмы синтра корп получила копию молота ведьм но где находится книга в данный момент неизвестно по нашим последним данным книга должна находиться где-то в библиотеке компании на 7 этаже рекомендую начать ваши поиски оттуда хорошо ты закончила также должна вас проинформировать если вы найдете книгу то мы дарим дадим вам премию в размере тысячи кредитов эй синтра послушай спасибо огромное за предложение и все такое но охота на видим не мое я пришел сюда в надежде что это будет обычная работа но она с каждым моментом становится все страннее и страннее может будет лучше если вы найдете кого-то другого на мое место жаль это слышать вы можете уйти в любое время если вы хотите отключиться от системы активируйте икону вывода я надеюсь что вы передумаете я буду ждать здесь если вам понадобились мне даже интересно что в итоге заставит нас охотиться на ведьм перед тем как вы уйдете я должна рассказать вам одну важную вещь ваша работа здесь конфиденциально вы не должны раскрывать кому-либо свой статус охотника на видим или свои обязанности в глазах ваших коллег ваша работа заключается в консультациях по системам и базам данных стоп то есть есть вероятность что все кто говорит о своих обязанностях мне тоже на самом деле скрывает свои реальные обязанности это стрёмно то есть мы должны будем выяснять еще кто чем по-настоящему занимается здесь кстати ребят извините если я вдруг микрофон я пока тут все плохо настроил поэтому могут быть всякие глюки звуки и стишки от меня импровизированные что это ваших личных интересах я надеюсь что вы не раскроете этот секрет скоро увидимся сэр вот она вот она игра давайте сохраним нашу душу до фото копия души выполнена супер это очень крутая игра ребят и мы обязательно с вами ее продолжим я даже не знаю если смысл если смысл думать над тем продолжать или нет надо 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 мне кажется это будет топчик и войдет золотую коллекцию нашего канала я очень это надеюсь не знаю кто сделал эту игру но возможно сделали японцы если японцы это я не удивлен что они придумают что-нибудь такое забавное оригинальное и неожиданное что ж ребят если вам нравится мое прохождение по этой игре и сама игра ставьте обязательно жирнющий жирнющий лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу в вк не забывайте про колокольчик также подписывайтесь на мой инстаграм и все ссылки будут в описании под видео и ссылка на плейлист по этой игре также в описании и на кучу других плейлистов который вам тоже понравится с вами был юджин люблю вас всех обожаю целую обнимаю и конечно же даю вам всем петюлю вы готовы раз два три и пять